сегодня удивительный день 25 февраля 2020 года как видите верба уже распустилась сегодня прекрасная погода светит солнце это поможет мне снять обзор на самый крутой автомобиль который производится у нас на территории российской федерации это мое глубокое убеждение это лучший автомобиль из всех которые производились когда-либо у нас в россии по соотношению цена-качество я долго мечтал о нем потом приобрел держу на нем уже четыре года пробег 70 тысяч километров за этот пробег меня только масло фильтра пришлось поменять передние рычаги потому что шаровые застучали но я так понимаю это слабое место болячка в этом нет ничего страшного это все недорого и просто сейчас я вам расскажу как этот автомобиль этот автомобиль мечты сделать еще лучше что я с ним сделал что вы можете сделать чтоб он стал таким же прекрасным как у меня так во первых я поменял штатную резину на резину которая два на два размера больше чем штатная и так у нас 205 65 r15 машина стала выше на трассе ведет себя отлично по бездорожью ведет себя отлично и самое главное спидометр теперь не врет а показывает точно по gps дальше я сделал полный антикор автомобиля на него установили противоугонный охранный комплекс установили сигнализацию gsm которая звонит если что-то происходит с автомобилем то есть если он мало ли там на эвакуатор его грузит либо села батарейка либо еще что-то очень полезная функция дальше я полностью сделал шумоизоляцию автомобиля это самый тихий автомобиль из всех которые когда-либо я шумел он мой кто поэтому я постарался конечно автомобиль стал потяжелее но зато в нем настолько тихо что когда ты едешь по гравию гравия не слышно а когда подъезжаешь перекрестку приходится при по при опускать стекла для того чтобы не пропустить автомобили экстренных служб чтобы услышать сирену настолько но эта тишина это очень хорошо то что когда едешь с детьми на дальние расстояния второе что я сделал это я поставил телевизор детям здесь у меня здесь спокойно сидят в тишине на какой бы скорости я не ехал и смотрят мультики которые я им записываю это позволяет проехать долгое расстояние прежде чем дети начинают капризничать из мультимедиа что я еще добавил я поменял динамики штатные на спереди компонентные то есть пищалками звук стал побогаче я пробовал поменять магнитолу показала практика штатная магнитола очень хорошая я установил подрулевой переключатель это очень полезная штука без него как без рук дальше в автомобиле установлена система видеонаблюдения постоянная круглосуточная и система дублирующие видеонаблюдение которое включается только когда включается зажигание автомобиля это нужно чтобы понимать что происходило с автомобилем наши отсутствие очень полезная функция дальше из полезного это бокс конечно для всякого не габарита грязного вонючего вещей там которые не влезают салон очень удобная штука берите расход не изменился практически дальше я поменял штатные противотуманные фары меня убедил товарищ что вот эти круче да действительно они крутые замечательные прекрасные но они стоят много денег не стоит менять штатные фары тем более если у вас нет людей которые сделают это хорошо мне сделали очень хорошо я доволен также в головной свет я поставил светодиоды это противозаконно но пару у меня светят теперь великолепно если я слежу за их чистоту я слежу за их чистоту они ни в коем случае не слепят никого на дороге дальше из тех моментов которые я не сделала которые рекомендую сделать обязательность сделать сетку не на решетку радиатора я думаю достаточно мелкая что защитить камни как видите радиатор поврежден то есть от мелкими камушками его все-таки пескоструй поставьте сетку обязательно я поставил ветровики это очень здорово в дождь я так сказать сделал черными центральные стойки это придало целостность автомобиля я считаю что без этого автомобиль не такой красивый также я сделал то чего не стоит делать я затонировал задние фонари я без этого не могу мне нужно именно вот так затонировал я сам затонировал хорошо как видите все прозрачно все видно в любую погоду даже солнечную все отлично видно сзади установлена камера заднего хода она выведена на зеркало то есть когда я включаю заднюю передачу я вижу все что происходит сзади также установлена камера которая круглосуточно пишет всю ситуацию вокруг по поводу вместительности автомобиля зима на дворе не верится но зима самая большая ватрушка всех который я видел да дальше квадрик младшего летом вместо ватрушки здесь у нас велосипед также сюда убираются моноколеса когда в салоне едет едут дети пассажиры даже есть 2 ватрушка для младшего так из мультимедия для для того чтобы не съедать место в багажнике но басов то хочется я установил сабвуфер небольшой небольшой сабвик я установил под пассажирское сидение он работает на самых низких настройках этого мне хватает за глаза и за уши дальше внутри по салону кроме шумоизоляции камер тонировки задних обращу внимание на то что версия у меня 7 местная специально брал ради этих форточек это огонь летом когда жарко это очень здорово проветривание так здорово главное дождик не оставлять ничего страшного не случится дальше дорогие друзья автомобиль очень надежный из минусов хотелось бы назвать только то что это французская версия с французским двигателем 16-клапанная коробка здесь стоит французская тяговая то есть расход у этого автомобиля приличный если хотите чтобы он расходовал мало нужно по трассе ехать со скоростью 8 80 километров она едет и 120 и 140 и 160 но расход при этом получается у нас вот такой 12 половиной в городском цикле вот из нюансов подочечник очень удобно на центральную полку также внедряется в общем все что я вам хотел показать друзья вот лучший автомобиль который делается в российской федерации он стоит доступных денег можно его приобрести в кредит можно из него сделать конфетку этот автомобиль тише чем mercedes лучше там есть все поэтому дорогие друзья прокачивайте свои тачки делайте этот мир лучше спасибо что смотрели этот обзор надеюсь что для кого-то он стал полезным в любом случае всем добра и спасибо за просмотры до свидания